Здарова, сучки! Ну или просто всем привет! Сегодня я вам расскажу очень актуальную тему Безумно актуальную, особенно в наши дни О том, как снять тёлочку в Германии имея тачечку двухдверную, модную, спортивную Шучу Какие тёлки? Времена тяжёлые Экономический кризис в Европе, в стране В России А я ещё и из России У меня кризис в Кубе В Квадрате Вообще во всём, во всех местах Поэтому Тёлок мы сегодня снимать не будем Надо экономить Тёлочки в нынешнее время Это дело дорогое Неподъёмное Ни в какие места Поэтому сегодня будет выпуск Экономический обзор Магазинов Будем смотреть, как нам сэкономить И начнём мы С самых дешманских магазов Сейчас мы как раз в них направляемся Тут у нас есть целый кластер магазинчиков На самом деле Основных магазинов конкретно во Франкфурте Пять Самый дешмановый Пенни Это магазин для бичей Там входят какие-то бомжи Беженцы И прочие маргиналы Есть Алди Это магазин для поднявшихся бичей Там капельку подороже И чуть менее отвратительно Это вот как в России Есть полушка И пятёрка Вот полушка это Пенни А вот пятёрочка это Это Алди Дальше идёт Лидл Лидл Это уже такой типа Магазинчик для людей Кто может себе позволить Там Не тухлого места купить А чуть Получше Типа Наши ленты Надо отметить, что все магазины При этом сильно меньше Здесь нет таких огромных супермаркетов Как у нас Ну есть Но их сильно меньше После этого идёт Реви Реви Это уже такой магазин Для тех Кто У кого Денежки на бабли имеются Они Могут себе позволить Лишних 10-20 центов Потратить На воду Не жалея Не плача Потом дома С женой С детьми Отбирая у них хлеб Их Поедая его самим Поэтому Реви Это будет уже Такой С-класс Если у тебя фокус Ты можешь себе позволить Уже Реви И Солярис Кредит Далее Пойдёт Топ Топ Жир Жир Топ Топчик Едека Магазин Для тех Кто Заворотит Серьёзным бизнесом Ездит по Европе Может себе позволить Там что-нибудь купить Чётенькое Вот сейчас мы всё Это увидим С собственными глазами Сейчас поедем Посмотрим Итак Мы Сначала Заходим В магазин Пенни Нищебродский Самый Ёбищный Нищебродский Магазик И Посмотрим Что здесь есть Ну Надо отметить Что все магазины Они В первую очередь Чем-нибудь с вами Отличаются Блин я забыл Корлинку Ну ладно Так Мы пойдём По списку Классическому Чё сколько стоит Так Огурцы Рубль 59 Рубль 29 Помидоры Черри 0,99 Обычные 2 евро Помидоры Картошечка Самая дешманская 2 евро Грубо говоря 1,90 Соки Салатики Что там У нас по списку Надо проверить Хлеб Сколько стоит Хлеб Пойдёмте Посмотрим На хлеб Так А Вон он Ну От 85 центов Даже От 65 Плюс Всякие Булочки Чё ещё У нас есть Хорошего Молочечка Да Сыры С сырами В пене Умеренно Среднее Какие-то Выбор Есть О Полтора Два Евро Ну Так Везде Стоит Мясо Колбасы Чё ещё Молока Чуть не вижу О Мясо 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 Ну Курица Стоит Есть За килограмм Где-нибудь Дорогая Чё-то Курица Стоит Смотрите Курица Снова За килограмм Выходит 6 евро Где-то Но Вон есть Какие-то Ножки 3 евро Целиком Окорок Стоит 389 Килограмм Он Есть Для Жарки Какой-то Но Честно говоря Мутно Всё это Выглядит И Оночку Это Мега Мега Дешманская Хрень А Это За 100 Грамм Это Баранина Окей Все Сесончики Так Свинина Чем У нас Говядина Почем Так Ну Фарш Фарш 5 евро Кило Вот То есть Фарш То же самое Грубо говоря Свинины Нормально Не вижу Если честно А вот Шницель Ну Это филе Оно Дорогое Тоже Где-то 6 евро Надо Что-нибудь Купить Чтобы Не обижать Магазин Можно Купить Молоко Йогуртовое В Германии Вот такой Йогурт В основном Продается Такой Странный Не как У нас Ну Всякие Здесь Мы уже Были Молочки Что-то Я не вижу Молока А Вон Ну 60 Центов 60 Центов Молоко Вон Еще Молоко Да То же Самое Даже Он Есть За 40 Центов Самое Дешмановое Какое-то Мерзкое Пеневское Молочко Так Еще Сюда Дойдем Да Масло Посмотреть Надо Оливковое Подсолнечное Ниже Масло Сказать Что В каждом Магазине Свои Фишки Бывают Прикольные Особенно Если Говорить Об Алкоголе Там Каждый Магазин У него Свое Что-то Дешевое Бывает Видимо Без Масла Мы Переживаем Вот Соответственно Отдел Свинишком Ну Тут Вон Вина Самые Дешманские Типа Бордолина Начинается Это Вообще ДОС Да ДОС Это 2 евро Он Есть Какая-то Немецкая Покруче Винцо Баден Баден Аж 7 Отлично Смотрите Это Звено Вот Есть У нас В России Есть Че там Черный Лекарь Или Здесь Правый Доктор Это На Поправочку С утра Когда Надо Винцо Вот Его Берут Наверное Короче Такой Разброс Дешмана 2 евро Начинается Пинагриджо 2.50 Местный Рислинг Тоже 2.90 Он Короче В Пене Это Нормальный Диапазон Цен Пивасик Тут Есть По-моему Нет Пивасик В отдельном Магазине Стоит Тут Часто Так Бывает Что В отдельный Магазин Есть Выделенный В нем Продают Пиво А в Таких Вот Не Продают Поэтому Пивасик Мы Сходим Посмотреть В отдельном Магазинчике Ну В общем Вот Пенни Ну Че Пацанчики Теперь Мы Идем В Магазин Чуть Менее Бичевенький Алди Он Сколько там Народ Ну В общем Он Менее Ущербный Чем Пенни Считается В нем В нем В нем Даже Принимают Визу И Мастер Кард В Пенни Например Нет Я забыл Снять Цены На Крепкий Алкоголь Но Для Референса 0.7 Джим Бима В Пенни Стоит 13,5 евро Сейчас Посмотрим Что здесь Ну Видите Да Сразу Как-то Поцивильненько Кофеечек Есть Чаечек Медик Хлебушек В общем Топчик Хлеб Хлеб Здесь тоже Хлеб Под 65 Центов Стоит Самый Дешмановый Который Ну Может Кстати Хлеб Взять Мне Надо Что-то Везде Покупать От 65 И Здесь Хлеб Поэлитнее Бери За Евро Такой Дешманский Хлеб И Печенье Печенье Везде Принято Хотя Здесь Дешево Смотрите Печеньюшки По 79 Центов 99 Центов Полтора Евро В Реве Например Подороже Будет Так Хотим ли мы Идти туда Сразу Нет Давайте Пойдем Поищем Овощи Как обычно Овощи 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 Огурцы 1.39 Помидоры Но Вот эти 2.79 Подороже Подешевле Нет Помидор Вот эти 2.58 Кг Получается В общем Капельку Клюс Минус То же самое Копейки Какие-то 20 30 Центов Может Вот Мясо Так Свинина 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 Тут Дешевле И даже Выглядит Получше 4.27 Кило Вот Эти Вот Нарезки Фарш Фарш Столько Ж 2.30 Полкило Тоже 4.5 Килограм Зато Есть Еще Лосось Ну Стейки Везде Дорогие Тут Они Хотя Бо Есть Так Надо Еще Курицу Найти Пойдемте Поищем Курицу Вот Курочка Вот Какая-то Био Дорогая Ну Вот Нормальная 2.50 Эти Голени 2.50 Килограм Вообще Гриль 3.40 Килограм Вон Есть Подороже 6 Если Какое-то Филе Молочко Надо Еще Посмотреть Ну Вино Вино Выбро Вверх Побольше Очевидно Ну Так Диапазон Тоже Водвух Тоже Немецкий Вино 2.53 Евро Ну Есть Вот Подороже Бароло Диоси Джи 2012 Года 10 Евро Для Толика Толика ну с сырами все сильно лучше тут совсем получше тоже полтора-два евро сыры сейчас там русские люди ходят надо это сбросить хвост чтобы не палиться что мы тут всех снимаем может не всем понравится можно пока выбрать пойти венца на вечер раз уж мы сюда пришли может дешманского попробовать местного не очень дешманская вот есть французская розовая вина а а Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Так, и теперь мы идем в святая святых всех любителей финского фэри Санкт-Петербурга Мы идем в магазин Lidl Самый главный магазин И для тех, кто путешествует из Питера в Финляндию И для тех, кто не знает, это не турмагазин Сувениры для российских туристов Вообще, это немецкая изначально сеть Продуктовая И вот мы в ней заходим Что видел? Так, овощи, как обычно Ну, сразу мимо овощей пройдем Помидоры Ну, какие-то стрёмные Ну, стоят Стоят дорого Вот, 3 евро килограмм Огурцы Евро сорок Даже дороже, чем в Алде При этом все такое В Алде Тот конкретно посимпатичнее Что это у нас Мясцо Зато в Lidl всегда Неплохой выбор мяса есть Есть индейка Индейка за 6 евро кило Вот даже есть факции 3 Есть курица Курица Вообще 2 евро килограмм Халява, конечно 4 евро килограмм Вот это вот филе В общем мясо Самое дешевое в Lidl На счет фейри не уверен Говядина Говядина 7 евро Фарш 5 Как там Свинина 4,5 4,20 В общем Свинина, например, такая же Курица дешевле Вон еще фарш и есть В общем тупо выбор Хотя бы больше Так, хлеб Хлеб тут в основном Сами Печный От евро Начинается Хлеб дорогой Салатики Сок Надо, кстати, купить сразу сока Салатики Всякие есть По Евро 50 Кому лень готовить Можно Взять такой салат Съесть Если очень хочется Или вот такой вот С моцареллой И с С чем-то Традиционно Сырые Сырые Примерно везде Одинаковые Опять-таки Стоит Полтора Два Евро Традиционная Цена Вон тут Лилии Даже есть Специальный Бутербродный Сыр Сверх Дешманский 99 центов Стоит Это Если ты Совсем Нищеброд Хочешь Сэкономить Или вот Например Старая Гауди Евро 75 Мы никуда ушли Походу Молоко Так же Как в Пене В Алде 60 центов Хотя В Пене Было Фиг Грешманское Какое-то Киви Пойдемте На мясо Посмотрим На мясо На колбасы Всякие Тоже Дара 2 евро Ну в общем Стандартный Ценник На все Вот это Барахло Ну Надо еще На вино В Лидли Традиционно Неплохая Подборка Местного Вина Отдельно Это отдел Выделен Вот она Начинается Ну тут Дорогие Вина Мы же Нищеброд Обдор Делаем У нас Отдельно Полочка Красных Начинается От 2 евро Как обычно И Дороже Отдельно Полочка Белых У Лидла Есть Специфическая Вещь У них Есть На некоторых Марках Вина Рейтинги Они выставляют Согласно Эксклюзив Вайнвельд И вы можете Какой-то Субъективный Например Вот Согласно Этой Марке Вина Юнги Винцер За 6 евро У него Оценка 91 Что считается Высокой Вот У Риоха Резерва Вот У этого Вина За 5 86 У другого Юнг Винцер Красного 85 И Вы Вот так Вот Можете Посмотреть И Выбрать Вот Видите Например 88 У Вина За 279 Можете Таки О Хочу Дешманское Дешевое Вино И Купить Его Также Есть Всякие Акции На Паулайнер Очень Часто Паулайнер В Лиде Стоит 85 Центов Банка Есть Еще Подделка Под Паулайнер Называется Перленбахер Вот В таких Пластиковых Бутылках Продается Он Стоит Вообще Какой-то Дешман 30 Центов 29 То есть Это На Рубли 20 Рублей Считайте Сейчас Такой Дешман Стайл Ну Пожалуй Все Сейчас Короче Будет Лирическое Отступление Для Алкашей Мы Зайдем В магазин Который Посвящен Только Напиткам Да В Германии Такие Есть Специевые Магазы Где Продают Только Бухло Вот Он На нашем Пути Как правило В основном Это Пивко Бухло Разного Рода Вот Видите Это Алкоголический Рай Тут Слева Куча Вин О Ценах Говорить Бессмысленно Потому что Есть Тропозон Начинается Опять От Двух И До Какого Вы Хотите Ну На самом Дели Десяти Сверх Дорогих Нет И Такой же И Такой же Отдел Спивандрием Тут Продаются Они Часто Вот Так Вот Тупо Ящиками Берется Ящик Пластиковый И Сразу С ним Идешь Пиво Ящиками Дешевле Конечно Ну Вот Соответственно Еще Бочечками Есть Вариант Бочка Пива Как правило 9-10 Евро Кромбахер Он Подороже Чуть Хоть И летненько Как Кромбахером То Оплатить И даже Целый отдел С безалкогольным Таким Вот Пивом Есть Если Ты Решил Завязать Самое Время Завязывать Вот В этом Отделе И Вот Мы В Реве Это же Как я Говорил Так Как я Уже Говорил Это Магазин С-класса Тут Поцивильнее Подороже Выбор Побольше Продолжение Что с овощами? Тяжело бы добрать нормальные овощи. Что-то как-то все сложно. А вот недорого. Ну 2 евро, в общем, как и там. А, это 600 грамм. Килограмм-то 3 евро. Овощи дороже. Огурец евро 79, то есть тоже дороже. Ну вот что им взять. Помидорчиков. Хочешь? Да. Овощи. 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 Мясо примерно столько же. grasshoff. Овощи. Это тоже 1,5-2 евро. Сыры тоже. но не везде одинаково стоит молоко чуть подороже 90 центов при низких 30 центах речи не идет это вот есть такие платки с сырами с рыбой с какими-то сосисками пивными салом или что это риккин шпек но это салыш по сути да украинцы на радость извиняюсь если потревожил читан национальные чувства так хлебушек вот необычный хлебушек это какой-то всякий для толстов но от евро от евро даже дороже хлеб дороже евро хлеб самый дорогой хлеб пока что евро 25 самый дешевый и всякие уже багеты всякая хуйня только по евро что-то с мясом у нас но у реви есть своя линейка продуктов я это как вот у ленты есть до лента или 365 дней вот у него также как она дешманская невкусная а фарш 7 евро дороже мясо что тут еще с такого сравнимого медальона но био это все очень дорогая марка 10 евро вот эти вот медальончики ну только вот я если покупать но я достаточно стрёмная марка и вот лотки есть с с сырами с мясом на разве и вот лотки есть с с сырами с мясом на разве печеньки как обычно они везде но в лидле всегда то есть хороший выбор шоколада что есть то есть пойдемте к бухлу нашему любимому вот самый знаменитый брендяк немецкий шантре стоит 6 евро 07 он все нормально его можно пить так что кто любит по дешману крепачка выпить на эти время можно всегда купить бутылочку шантре вот белое красное вино выбор на самом деле большой но ценник в целом чуть подороже то есть за 2 и 3 евро ну хотя можно вам ну в целом средний ценник повыше то есть время все вино идет от 5 от 5 евро мне даже кажется то же самое что было в лидле оно чуть дороже хотя он вот поличала примерно то же самое просто выбор такой вина подороже в целом подборка другая нещеброды будут недовольны ну как то так лирическое отступление до алкоголиков номер два урея в котором только что были точно так же нет внутри отделала с легким алкоголем там точно так же присутствует какой-то отдельный павильон отдельный садовый павильон под пивом где несколько рядов с пивом находится и мы можем выбрать что-нибудь вкусное интересное на самом деле все пиво в основном одинаковое одинаковыми по сортам это все пился в основном бывает что интересненькое но для этого надо уже набить набить глаз и знать что ты ищешь я знаю что я ищу поэтому надеюсь что я сейчас найду это пиво называется на глаус брау и чем-то похоже на и пей такой легенький ну а сейчас мы поедем уже следующий магазин последний ну а теперь мы идем в самый элитный магазин который мог себе позволить только элитные пацанчики только бизнесмены элитные люди простые парни не могут себе позволить этого это шут конечно но все же так мы заходим в этот элитный магазин сразу проникаемся атмосферой полнейшей элитности у нас тут все так лежит красивенькое видите по хипстерски я даже сказал немножечко да ну и сразу картошечка от двух пятидесяти уже дороже да здесь все лежит удобненько вон сено подстелено видим чтобы влагу впитывать огурчики маленькие от евро большие от двух помидорчики четыре чувствуете да разница сразу четыре что тут еще хорошего есть салаты всякие ну вот если салат в лидле или где мы там брали в алде полтора-два то здесь три евро стоит то салаты вкусные наверное отличные салаты немножечко венеца тут видите в специальных хипстерских деревянных коробочках ну яблоки от двух ну еще все в полтора раз дороже где то элитные макарошки по два евро тут кстати очень много разных макарон вот это только один стеллаж а тут таких стеллажей еще штук пять и ну да макароны здесь стоят достаточно дорого по два евро пачка но это плата за элитность в в в в в Посмотрим сыр и колбасы На самом деле колбаса остается примерно столько же Так что не все так ужасно Можно нажать на жарку колбасочки Типа вот таких вот Или вот таких Народу, как видите, никого нету С мясом тут что? Это кролик что ли? Какое-то мясо странное Вот смотрите, тушка чего-то, я не понимаю чего Стоит 13 евро Пионеры Фарш Фарш стоит 3 евро за 400 грамм За счет где-то 6-7 евро Килограмм Дорого Дороги сюда Зато выбор Не буду я там полиция с камерой прямо в открытую перед продавцами Я думаю они не оценят Не буду их раздражать Что-то еще у нас есть Заморозка всякая Не очень понятно Зачем в таком магазине Столько Измороженного говна Для меня это секрет Лучше бы мясо свежего Положили И так Что у нас тут? Что-то все на пофиге Клеточки Рыбанка Пробуем Что-то еще есть Давайте посмотрим Как development Две Какие кстати достаточно прикольная вещь вот эти вот соусы распространены в германии я их люблю с булкой есть есть еще с лососем только здесь не вижу его с лососем ну пойдемте в наш отдел с бухлишком как мы любим ну тут пиво прямо тут есть отличительная особенность здесь крафтовое пиво продается еще и винный отдел давайте посмотрим что у нас тут с вином ну вино он даже подороже чем время ну то есть хотя вон есть дешманские вину по 2 евро тоже здесь прям столько же стоит но в целом есть и подороже по 15 опять-таки подборка шире ну и по крепкому тоже выбор сразу больше вот такой вот видео получилось на тему магазинов начали мы с нищебродного пени продолжили чуть более цивилизованным лидлом и aldi и дальше уже был реви который магазин среднего класса вот этот гиддек который достаточно дорогой магазин только для элитных людей и наши обзоры только для элитных людей я специально не останавливался на ценных на пиво потому что в отрыве от самого сорта пиво это бессмысленно поэтому в основном просто так мимо пробегала могли видеть ценники но если вам интересно при обзор на пиво пишите я сделал обзор на пиво немецкую их тут дохрена мне понадобится помощь потому что один я заплюсь хотя я уже спился так вот всем спасибо хорошего вечера до свидания